Тханисарубикху. Карма. Такой смысловой нагрузки. Поэтому мы просто заимствовали исходное слово в наш словарь. Но когда мы пытаемся раскрыть содержание, которое несет это слово в повседневном употреблении, мы видим, что большая часть его смысловой нагрузки утратила ясность при заимствовании. В глазах большинства американцев карма — это судьба. Притом злая судьба, непостижимая, неизменяемая сила, берущая начало в прошлом, за которую мы каким-то образом отчасти ответственны, и с которой бессильно бороться. Я полагаю, такова моя карма, такие сетования. Я слышал от людей, которым несчастье нанесло столь сильный удар, что они не видят иной альтернативы, кроме подобного покорного признания. Фатализм, скрытый в этом утверждении, является одной из причин, из-за которой столь многие из нас отвергают концепцию кармы, ибо она звучит почти так же, как то бездушное мифотворчество, посредством которого оправдывается практически любой вид страданий и несправедливости. Если он беден, то это из-за его кармы. Если она была изнасилована, то это из-за ее кармы. Отсюда всего лишь один шаг до утверждения, что он или она заслуживает страданий, и поэтому не стоит ему помогать, ведь такова его карма, камма. Такое ошибочное восприятие проистекает из того факта, что буддийская концепция кармы пришла на Запад одновременно с небуддийскими концепциями, и таким образом оказались вместе с частью их смыслового багажа, несмотря на то, что многие из азиатских концепций кармы являются фаталистическими, раннебуддийская концепция совершенно такой не была. На самом деле, если мы внимательно посмотрим на раннебуддийские идеи кармы, мы увидим, что они придают куда меньшее значение вымыслам относительно прошлого, чем это делают современные американцы. Для ранних буддистов карма была нелинейной и сложной. Другие индийские школы верили, что карма работает по простой прямой траектории, когда поступки в прошлом воздействуют на настоящее, а поступки в настоящем воздействуют на будущее. В результате они видели очень мало простора для свободы боли. Буддисты, однако, считали, что карма работает по принципу многочисленных обратных связей, когда настоящий момент формируется и прошлым, и настоящими поступками. А поступки в настоящем формируют не только будущее, но также и настоящее. Более того, поступки в настоящем не обязательно определены поступками в прошлом. Другими словами, свобода воли есть, хотя ее диапазон отчасти определяется прошлым. Природу этой свободы символизирует образ, используемый ранними буддистами – водный поток. Иногда поток из прошлого столь силен, что сделать можно немногое, разве что держаться твердо. Но также бывают времена, когда поток достаточно слаб, чтобы развернуться практически в любом направлении. Таким образом, вместо поощрения покорного бессилия, ранне-буддийское направление о карме фокусировалось на высвобождении скрытых возможностей того, что происходит в уме каждый момент. Кто ты? Откуда ты пришел? Это вовсе не так важно, как мотивы того, что делает ум в настоящий момент. И хотя прошлое может прояснить возникновение несправедливостей, которые мы видим в жизни, Степень нашей человечности определяется не тем раскладом, который нам достался, поскольку он может измениться в любой момент. Мы оцениваем в соответствии с тем, насколько хорошо мы распоряжаемся тем раскладом, который имеем. Если вы страдаете, попытайтесь не поддаваться неумелым умственным привычкам, которые будут поддерживать именно это действие обратной кармической связи. Если вы видите, что другие люди страдают, и вы в состоянии им помочь, сосредоточьтесь не на их кармическом прошлом, а на вашей кармической благоприятной возможности помочь в настоящем. Ведь когда-нибудь вы и сами сможете оказаться в таком же затруднительном положении, что и они сейчас. Так что это шанс поступать так, как бы вы хотели, чтобы поступили они по отношению к вам, когда наступит такой день. Убеждение в том, что чье-то достоинство измеряется не его прошлым, а его поступками в настоящем, бросает вызов индийской традиции кастовой иерархии и объясняет, почему ранние буддисты с большим удовольствием высмеивали притязания и мифологию брахманов. Как указал Будда, брахман мог бы быть благородной личностью не потому, что он вышел из материнского лона брахманки, но только если он поступал бы с поистине умелыми намерениями. Когда мы читаем резкую критику кастовой системы ранними буддистами, за исключением ее анти-дискриминационного подтекста, она часто поражает нас своей необычностью. Мы не можем понять, что она прямиком бьет в самое основание наших мифов относительно нашего прошлого, по навязчивому желанию идентифицировать себя с определенными современными социальными группами, племенами, по тому, кем мы являемся в терминах, описывающих нашу принадлежность и то, откуда мы произошли, расовой принадлежности, этническому наследию, полу, социально-экономическому статусу, сексуальной ориентации. Мы тратим огромную энергию, пытаясь создать и сохранить систему мифов нашего племени, что позволит нам, безусловно, гордиться его добрым именем. Даже когда мы становимся буддистами, принадлежность к племени остается на первом плане. Мы желаем такого буддизма, который уважал бы наши мифы и фантазии. С позиции кармы, однако, изначально мы исходим из нашей предыдущей кармы, над которой мы не властны. То, что мы есть, в лучшем случае, очень расплывчатое понятие и пагубное, в худшем случае, если мы пользуемся им для того, чтобы найти оправдание нашим неумелым побуждениям. Ценность племени заключается в умелых поступках его отдельных членов. Даже если подобные, праведные люди принадлежат нашему племени, их благая карма принадлежит им, а не нам. И, конечно же, в каждом племени есть члены неправедные, что означает следующее – мифология племени – вещь приходящая. Попытки зацепиться за нечто, приходящее, требуют большего количества эмоционального вовлечения, отвращения и заблуждения, неименуемо ведущих к более неумелым поступкам в будущем. Таким образом, буддийское учение о карме – это далеко не старомодный реликт из прошлого. Это прямой вызов основной опоре и одновременно основному пороку нашей культуры. Лишь тогда, когда мы отринем навязчивые поиски истоков нашей мнимой гордости в прошлом своего племени и сможем найти подлинное чувство собственного достоинства в побуждениях, лежащих в основе наших поступков в настоящем, только тогда мы сможем утверждать, что слово «карма» в буддийском понимании восстановило свою смысловую нагрузку. И когда мы раскроем этот смысл, мы будем вознаграждены тем подарком, который сделаем и себе, и другим, отодвинув свои домыслы о том, кто мы есть. Мы сможем вместо этого честно оценивать свои поступки в каждый момент, одновременно стараясь поступать, как должно.